Есть три категории людей в отношениях любви. Первая категория – безразличные. Вообще человек даже не понимает, что близкому человеку надо. Безразличные люди не сильно интересуются тому, насколько счастлив близкий человек со мной, но сильно интересуются, насколько я счастлив. Называется безразличные люди. Всегда разрушение семьи. Шансов нет жить вместе. Только близкий человек почувствовал, что он не нужен. Любовь – до свидания. В сердце камень, всю тяжесть и все. Второй вариант людей – это люди, которые принципы ставят выше человека. Вот так вот не делаешь – жить не будем вместе. Вот только так и все, и никак иначе. Семья будет существовать какое-то время, и потом развалится. Третий вариант – это человечные люди. Ну что значит человечные? Ну, допустим, у мужа вот такой бзик. Ничего страшного, он же человек. Ему надо как-то жить с этим бзиком. Ну, подстроюсь. Хотя это несправедливо, но ради любви можно потерпеть. У жены такой бзик. Кошмар просто, кошмар. Ну, ничего страшного. Вот так вот устроен человек. И я хорошо, я вот хожу рядом с ним. Так вот, надо еще потренироваться, потому что мужчине так сложно вообще. – Моя дорогая. – Моя дорогая. – Ты, допустим, пошел вот просто вот мимо жены, вот так прошел, все, у нее настроение испорчено. И она думает, дубина какая-то вообще. Он так думает, женщина. А как надо? Надо вот так. Посмотреть на нее и сказать. – Моя хорошая. – Ну, я пойду. И она скажет. – Пока еще нет. – Тогда стой. Иначе тебе же хуже будет. – Потому что отношения контролирует жена. Отношения означает, встретился с ней взглядом, дальше ты уже ничего не сможешь делать. Надо делать то, что она хочет. Она контролирует отношения. Женщины. А мужчина контролирует правила жизни. Это мужская энергия контроля. На лекцию надо сказать. Надо пойти к мужу сказать. На лекцию можно. Очень смиренно. На лекцию уже хочется? Очень смиренно. На лекцию можно или нет? Если так вот смиренно, он скажет, нельзя. Ну, по-доброму. Что и смиренно. И тут надо просто чуть-чуть. Ну, чего тебе эта лекция сдалась? Ну, то есть, это уже отпустил уже все. Хочешь разобраться просто по понятиям. Ну, скажите, что вот не понимаю я, как женщину вести в семье. Ну, тогда ладно, другое дело. Сходи. Знаете, вот и все. Все очень просто. Надо просто понять, как правильно. Как энергия любви действует в отношениях. Потому что без знаний это невозможно сделать. Потому что как нам нравится, естественно, это неправильно. Вот мужчине нравится женщина вести себя властно, сильно, жестко, авторитетно. Это неправильно. Женщине это не нравится. Любовь от этого страдает. Нужно быть внутри сильным, властным, авторитетным. А женщине надо вести себя мягко, аккуратно и по-доброму. Хотя это... Мужчине как бы не нужно сто лет. Зато женщине нужно. И поэтому нужно просто делать так. А иначе не будет счастья. Или, допустим, женщине нравится себя вести, ну, как бы, как ей нравится. Ну, независимо. То есть, повернулась, пошла, там. Мне как ей нравится, так я живу рядом с мужем. А если муж пришел, надо вести себя зависимо от него. Понимаете? Не как тебе нравится, как ему нравится. Чуть-чуть себя, свою свободу поконтролировать. Допустим, захотела что-то спросить, надо сказать ему, можно я тебя спрошу? Он скажет, нельзя. Значит, подожди чуть-чуть. И скажет, ах ты гад. Тогда без обеда. Это вот эти вот люди, вот второй категории. Правила выше человека. Воюют постоянно, ругаются. Потому что ты по правилам не поступил, значит, будешь наказан. Знаете, нужно учиться прощать. У него была причина, почему нельзя. Потому что он решал какую-то важную задачу, от которой зависит жизнь всей земли. Понимаете? Это же мужчина. Поэтому сейчас нельзя пока. Потом можно будет. Потому что у него параллельно там процессы идут в голове какие-то. Побеждает судьбу, там что-то делает в голове мужчина всегда. Побеждает судьбу.